В июле этого года мы представили жителям концепцию развития дворовой территории и мы представили им 4 этапа реализации, где постепенно мы убираем автомобили с дворовой территории, заменяя их на парковку сначала возле дома и уже убирая их полностью. При этом в течение всех трех этапов, заканчивая четвертым финальным, мы наращиваем оборудование, инфраструктуру именно на дворовой территории. Мы также жителям представили 4 комбинации того, что может быть реализовано уже в этом году. И с жителями посоветовавшись, мы решили, что будет реализован детский городок, качели, песочница и скамейка без столика. На первом этапе реализации мы расширяем дорожку пешеходную за счет проезжей части, также защищаем входы с защитными столбиками на зеленую территорию и устанавливаем детский городок, песочницу, качели для взрослых и скамейку. На втором этапе реализации мы уже защищаем еще больше зеленой территории от стихийной парковки, но при этом мы создаем дополнительные парковки возле дома, которые компенсируют то, что мы убираем. И наращивается постепенно оборудование на дворовой территории. Здесь хорошо видно о том, что на втором этапе мы расширяем еще на метр пешеходную дорожку, оставляем для проезжей части только 3 метра, что достаточно для проезда одной машины, но при этом оставляем разъездные площадки, которые позволяют двум машинам разъехаться. После второго этапа реализации строятся уже парковки по улице Малинина. И на третьем этапе реализации мы освобождаем полностью зеленую территорию от парковки стихийной, при этом оставляя уже гостевые парковки. И те автомобили, которые были убраны с дворовой территории, они уходят на улицу Малинина, либо остаются парковаться здесь рядом с домом, либо уходят на охраняемые парковки. В третьем этапе реализации мы предлагаем обустроить входы с удобными лестницами, и каждому к группе трех подъездов делать всего лишь один пандус, и объединять эти подъезды одной террасой. Эта терраса становится крышей для велобоксов, таким образом под террасами мы устраиваем велобоксы, и по нашим подсчетам туда становится около 160 велосипедов. При этом устанавливаются также еще скамеечки для пенсионеров, и устанавливается велогараж. Велогаражи, вот их здесь три, это для 34-го дома, а велобоксы остаются для 30-го дома. Четвертый этап, он финальный, где мы полностью перекрываем проезд возле 30-го дома, и вместо него организуется уже пешеходная дорожка. Также везде прокладываются вдоль домов велодорожки, которые выходят к основным велодорожкам. Уже на четвертом этапе должна состояться уже полностью дворовая территория, где появляется спортивная зона, велотренажеры, зона отдыха и детская площадка для малышей. Говоря об инклюзивности, мы подумали о всех возможных социальных группах, которые используют дворовую территорию. Это начиная от группы мужчин, которые иногда сидят и играют домино в карты, подростки, которым необходимо пространство для неформального общения, дети и подростки разного возраста, которые проводят время на самокатах, скутерах, роликах, детская площадка, пенсионеры, которые в результате исследования пожелали остаться возле подъездов и не иметь отдельной четко выраженной своей зоны. Также это спортивная дорожка для бега и городской огород, который не сразу воспринялся жителями позитивно, но в целом некоторые жители высказали желание работать над огородом.